Рыжая борода у нас в гостях Артём Находкин, актёр, режиссёр и драматург. Доброе утро, Артём! Доброе утро, доброе утро! У него так по-гусарски завёрнуты усики в разные стороны. Наконец-то! Наконец-то весь мир узнал, что у меня отросла рыжая, красивущая борода. Можете посмотреть нашу группу ВКонтакте фотографию, вот там примерно то же самое сейчас у нас в студии. Итак, самое интересное для меня было, когда мы готовились к нашей встрече общей, что вы сейчас такой свободный художник, Артём Находкин, с кем хочу, с тем и работаю, нравится спектакль, пойду туда попрошусь, не нравится, не пойду. Вообще обнаглел, да? Хочу, вообще свой поставлю, не хочу, не поставлю. Так вот, каково оно актёру в нашем городе? В свободном плавании. У нас не Москва, давайте правде в глаза смотреть, да, и находиться в свободном плавании. Есть работа, нет работы. Как вы выбираете, что делать, что не делать? Всегда ли это ваши проекты, или вы к каким-то присоединяться предпочитаете? Ну, насчёт того, что есть ли работа, работа есть всегда, мне кажется. Кто ищет, тот найдёт. Это такое должно быть состояние души. Вот я вот, я люблю работать, мне нравится что-то делать, постоянно что-то придумывать. Не понимаю людей, которые могут там, не знаю, месяцами просто пролежать. Мне кажется, это же можно умереть, это ты вообще смысл жизни, ты теряешь, ты не знаешь, что делать, ну, не знаю. Ну, не будем сегодня говорить о лодырях и тунеядцах, да? Тут их нет. Тут их нет. Вот, конечно, да, работа есть, но и ты тут ищешь, что-то тебе предлагает, что-то ты сам предлагаешь. Главное, чтобы отзывалось у тебя внутри. Вот мне кажется, это сейчас у нас такой мир, что не обязательно быть, ну, правда, крепостным, грубо говоря, присоединиться именно к одному месту и всё, и тут посвятить там жизнь свою и всё-всё. У вас почему произошло отсоединение? Вам не понравилось сидеть на одном месте или вам что захотелось? Почему? Почему так решили? Ну, да, наверное, не понравилось сидеть на одном месте, когда ты понимаешь, что ты же можешь ещё и это попробовать, и это попробовать. Когда я работал в Первом театре, я понимал, что до Первого театра, когда я был в институте, сейчас скажу, мне один человек сказал, что вот ты сейчас пойдёшь в Первый театр, и ты там пять лет, потом... А в институте уже сразу так говорят, да? Ты пойдёшь туда. Это был уже финальный курс, уже выпуск, мы уже знали, что мы, понимаем, нас уже взяли в Первый театр, вот. И говорят, ну, что, типа, Первый театр, и у вас будет пять лет, потом вы поменяете ещё какой-нибудь театр. Я говорю, да как? Да нет, смысл, Первый театр, мы сейчас его поднимем, это так интересно, как это новая струя. Никуда я не пойду. Никуда я не пойду. Проходит пять лет, и ты понимаешь, действительно, что какой бы хороший не был, как бы мы там всё не делали, всё здорово, всё классно, но хочется ещё чего-то. И ты понимаешь, что, правда, действительно, ты выходишь, есть радио, есть там какое-то телевидение, есть фильмы, есть, я не знаю, мероприятия есть. Вам захотелось поработать вне театра? Да. Ну, мне кажется, что это очень, достаточно узкая история, ты весь день сидишь, как бы, ну, хочется ещё чего-то. Чтобы понимали слушатели, что вы уже успели попробовать, когда последний раз вы работали в театре, вот прям штатно так? Штатно? Сколько это было лет назад? Два, наверное. Два года назад. За два года чего вы успели попробовать, какие, чем занимались, какой деятельностью? Всё той же, да, творческая деятельность, конечно, да, да, да. Понятно. Ну, да, да. Это режиссёрский ведь работа есть. Да, 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 я выпустил, ну, я ещё при театре выпускал свои спектакли, выпустил «Комнату 56» после этого, потом «Гоголя» с Егором Овечкиным, как Иван Иванович пострелил с Иваном Никифоровичем, выпустили мы в спектакль «В красном факеле» агенты в качестве драматурга, ну, соавтора всего этого дела. В общем, сейчас мы занимаемся, ну, детские сказки, потом новогодняя, это «Ёлка Сибири» в 2017 году в экспоцентре. В общем, полно всего вот такого. Сложно совмещать актёрскую деятельность и режиссёрскую? Да нет, это помогает, потому что… Всё-таки это ведь разные вещи. Это абсолютно разные вещи, но они друг другу помогают в том плане, когда, если ты смотришь, ну, как режиссёрскую увидишь задачу, ты увидел образ режиссёрский. Я как сразу включаю актёра в себе и понимаю, возможно ли это мне как актёрски, это вообще интересно, можно ли это вообще воплотить. То есть имеет место быть, да, конфликт режиссёра-актера? Иногда режиссёр увидит что-то, что актёр не может. Да, 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 да. И мне кажется, что ты с той стороны и с этой. Иногда ты артистом сидишь, ну, и как бы ты можешь режиссёру даже что-то сказать, подсказать, сам придумать себе выстроить роль. Это очень помогает. А вот… Тебе хочется возвращаться, да, на сцену в качестве актёра? Потому что наш общий друг Денис Малютин, он, когда стал режиссёром, ну, всё, он говорит, я больше не буду актёром. Ну, больше, конечно, нравится придумывать, потому, ну, мне нравится выходить на сцену, я люблю это дело. Вот, ну, его стало реже, я скажу честно, да, я реже стал выходить. Всё-таки режиссёр побеждает, да? Да, режиссёр побеждает, там, фантазёр побеждает, я не знаю, драматург, может, побеждает, ну, вот что-то туда. Ну, мне кажется, это ещё потому, что, будучи фрилансером, проще самому придумать какой-то новый проект и сделать его, чем попроситься кому-нибудь возьмите меня актёром, правильно? Ну, это труднее. А вот ещё вопрос, Артём Находкин актёр и Артём Находкин режиссёр, это разные люди или всё-таки есть синтез, и есть ли спор между ними какой-то? Да, ну, разные, да, мы же сумасшедшие. На сцене такой, ага, режиссёр нашёл, так, сигарету взял. Какой один, а какой второй, можете? Да-да-да, просто негодяй такой, да. Я ненавижу артистов, да, только что сам вышел оттуда. Опишите коротенько, а какой один, какой другой? Ну, я как бы достаточно так самокритичен, мне кажется, что как артист достаточно средний, а как придумщик, ну, в этом есть какая-то, может быть, я не скажу, что какой-то он какой-то класс, но в этом есть какая-то индивидуальность, наверное, вот, больше, у меня, моей большей индивидуальности... Полит себя больше режиссёра, чем актёра, так? Больше придумщика, даже, я не знаю, как я же, ну, не учился на режиссёра, это как-то так прёт, хотя один тоже знакомый сказал, что, когда ему говорят, ну, вот я пойду сейчас учиться на режиссёра, он говорит, а, на это надо учиться, да? Не знаю, если... После рекламы вернёмся в студию. У нас в студии Артём Находкин, человек, свободный художник, человек-оркестр, потому что, чем он только не занимался, играет в спектаклях нескольких театров сразу, участвует в разных проектах, как режиссёр-сценарист, выпустил «Капустник» на Новый год в «Красном факеле», продолжение уже делает, участвует в режиссировании массовых концертах, будь то юбилеи гидроэлектростанции или ГИБДД, чего-нибудь ещё. У вас это всё-таки сюда? Мы всё про вас знаем. У Стёба Арт Студия Хам, и сюда же можно переписать, да? Да. А Леруа Мерлен? Это что? Мне даже, я как-то в Инстаграме сфотографировался, в Леруа Мерлен проводил тренинги, ну, была такая, как бы, очень интересная, интересная штука, да. Актёрские тренинги для родникового магазина? Ну, там не совсем актёрские, а там есть такие велкомеры, которые встречают людей, и людям нашим не очень привычно всё время улыбаться и стоять с открытыми, как бы, вот, с простёртыми руками, да, объятиями, ну, как бы, у нас другой менталитет. Ну, и как бы мы эту тему проминали, как сделать себе удобно, вот. Я как-то сфотографировался, там всё в рубашке, я попробовал сам постоять на балкомере, чтобы понимать, сфотографировался, и пошли комментарии, что, знаете, вот как режиссёр, как актёр, вы нам нравились больше, конечно. Конечно. Возвращайтесь в профессию. А что касается жанров, Артём, какие предпочитаете жанры? Как актёр или как режиссёр? В каком смысле? В каком смысле? Не знаю, какие спектакли вам больше нравится ставить, не знаю, комедии, может быть, жёсткую драму, что-то прям до слёз? Что вам приятнее? Больше комедии и больше, знаете, не очень похожее на жизнь, на реальную. Что-то... Сюрреалистическое. Да, что-то сюрреалистическое. Философское такое. Сказочное, философское, чтобы... У меня и так, я как зритель, например, там, у меня и так, там, работа, дом, не знаю, серые будни какие-то, а если я прихожу в театр или ещё что-то, ну, что-то я смотрю, мне хочется как-то... Другой мир. ...выбить эту систему, да, и показать, что есть кроме этой матрицы, может быть, придуманная, а может, в этих придуманных матрицах есть какая-то истина, ну, что-то вот типа такого. В общем, реалити не про вас. Ну, да, я где-то, наверное, в облаках всё-таки кручусь там. Ну, и немножко о том, давайте вернёмся в институт, в школу, как пришли к профессии, как сразу... Артисты под гипнозом сейчас началось, да? С детства ли вот это вот стение стишков на сцене, чтение стишков на сцене или нет? Да, это был случайный выбор или целенаправленный? Ну, что-то в детстве уже было, я помню, читал какие-то... Мне нравились там аншлаг, а я ещё был маленький. Ну, как не мне нравилось, он нравился родителям, значит, и мне нравилось. Вот, я читал какие-то, наверное, оттуда монологи, тем самым веселил гостей, приходивших к нам домой. Вот, ну, это так. Потом я поступил, хотел в военное училище поступать куда-то, потом на зубного техника, вроде что-то там даже... В общем, случайно. Курсы, нет, не совсем случайно, не совсем случайно, у меня в школе была учительница. Учительница. За компанию? Нет. Учительница мне как-то сказала, я прочитал стихотворение в школе, а в школе читать стихотворение хорошо, это стрёмно. Ну, по крайней мере, Паша, и тогда... Ну да, все пациенты такие, типа... Чё, к чему-то зачем? Да, с выражением, ты всё, дурак, что ли. Вот, а я прочитал с выражением, и учительница понравилась, а она как-то поступала, что ли, в театральный, говорит, слушай, тебе надо в театральный. Это было в девятом классе, ну, сказала и сказала, и я потом как-то туда не поступил, туда не захотел, и поступил на... Просто мало баллов по математике, да, 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 я гуманитарий, я гуманитарий, чувствую. Да, поступил на экономиста, отучился два года на экономиста, мне стало очень от этого как-то скучно, да, я понял, нет, что-то не то. И пошел в тебя тронет, вспомнил, да, нет. И там на экзамене тот же самый стих, да, сразу же? До сих пор его. Можете прочитать? Да нет, я же сейчас не вспомню, это может быть, это было вообще слово полку Игоря, я сейчас этого такого не вспомню даже. Хорошо, но все равно есть творческая часть у нас в каждом интервью с актерами, мы вас просим все равно что-нибудь исполнить, ваше любимое. Может, какой-то отрезок роли, какое-то коротесенькое. Ребята, предупреждать надо. Или какое-то любимое стихотворение, может быть, даже четверостишее два, ну, что-нибудь. На исходе века взял и не спроверк, злого человека, добрый человек, прям из пулемета замочил козла, все-таки добро посильнее зла. Вот понравилось, понравилось мне это стихотворение, понравилось. Кто автор? О, я сейчас вам не скажу, конечно, врать не буду, но можно найти в интернете и сразу выложить. Ну и, конечно же, нельзя не спросить для творческого человека, чем вдохновляетесь? Вот вдохновляюсь, конечно, это, наверное, я вдохновляюсь путешествиями, да вот в основном, конечно, всем. Как ты настроен? Самое же главное, себя правильно настроить, вот как на радио настроишь правильную волну, и все. Ты можешь вдохновиться, вот сейчас весна, как бы еще вроде холодно, но ты уже чувствуешь, что холода больше не будет, и это будет только теплить, и от этого ты как-то вдохновляешься. По-другому поставим вопрос. Как вы себя настраиваете на вот такой вот... Настраиваю, ну, красота в глазах смотрящего, как говорится. Утром просыпаешься и понимаешь, если ты сейчас, тебе будет все не нравиться, то и весь день пройдет. Ну и сам себя, это может сначала через физику, а потом оно само идет, ты просыпаешься, просто с хорошим настроением. Стараться, какая бы ситуация у тебя в жизни не происходила, подумать о ней, что могло быть и хуже, или не знаю, или что-нибудь еще. Позитивно. Да, с другой стороны, еще с другой стороны, еще с другой стороны. Ну и последнее, совет от профессионала, от Артема Находкина, который попробовал себя уже во многом, во многом, во многом. Совет для непрофессионалов. Как не бояться выступления перед публикой? Любого выступления, творческого или нетворческого. Как на сцене себя чувствовать увереннее? Как увереннее, надо понимать, зачем ты туда вышел. Тебе нужна, если ты хочешь, о чем ты сказать, какая у тебя цель. Задача. Да, задача, что ты хочешь. Если я буду настраивать кого-то в тренингах, ты тут должен выйти, спинка ровненькая, тут глаз вперед, ни на кого не смотреть. Нет, ты должен знать, что ты хочешь. У каждого человека есть конкретная мысль, он понимает, когда мы разговариваем где-нибудь с другими людьми. Здесь надо просто поделиться своими мыслями, что ты хочешь. Что вы хотите, что вы пришли сюда. Да, мы уже сказали, что уже все, но напоследок так быстро. Действительно, это все. С людьми талантливыми, интересными, особенно быстро летит время. К сожалению, уже... Нет, вы все еще в эфире, все в порядке, не надо маячить, все хорошо. Хорошо, что не договорил сейчас ничего. Не отпустим просто так, помимо разговоров о творчестве, давайте-ка нам еще напоследок. Историю. Последний последок, вот сейчас будет забавная история. Последний последок. Так, меня еще никто не называл. Забавная история, ну да, я подумал. Плюс ко всему еще, чтобы как-то финансовое состояние все-таки поддерживать свое. Ну, иногда нам приходится, да, там, провести там свадьбу, там, я не знаю, там, юбилейцев. Да. И вот как-то я проводил свадьбу, все хорошо, отлично, мы там, народ зажигает, веселится. Какая-то у нас уже вторая музыкальная пауза. Я думаю, надо сходить там в туалет, руки помыть, лицо. Вот, а это где-то был какой-то такой коттедж, яхт-клуб. В общем, я ушел в туалет, помыл руки, там, лицо, начинаю выходить, дверь все заклинила. Я понимаю абсурдность ситуации, ведущий в туалете просто. Там какая-то гулянка, я уже чувствую, что там уже как бы все затухает, там уже надо все проводить. Я не знаю, я начинаю набирать диджея, диджей там музыку включает, он не слышит. У меня какая-то такая пани... Долбиться и кричать, нет? Смысла нет, музыка орет, там все что-то веселятся. Я звоню жениху, говорю, так и так, алло, ну да, звонюсь, алло, так и так надо, выручай, выручай меня. Надо как-то открыть дверь. Ищем этого хозяина, этого заведения, да, там какие-то с ключами какие-то проблемы, его не можешь. Я говорю, неси сюда микрофон, подставляй под дверь, я здесь соберу на мальчика и девочку. В общем, какими-то, какими-то там, не знаю, путями. Вы вышли оттуда или так-то закончили? Пришел хозяин с большим ножом, взломал эту дверь, да. Я вышел, говорю, друзья, вы даже не представляете, где я сейчас был, какое у меня хорошее настроение. Обычно воруют невесту, да, и жениха, а тут ведущего. На этом корпоративе Артем не заработал. Почему? Заработал еще больше. Хорошо, Артем Находкин был у нас в гостях, 5-й ряд, 4-е место, всегда. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо, спасибо, что позвали. Мы говорим до завтра, до свидания, Талаева Настя, Александр Часовитов. Всем добра и позитива, живите интересно. Пока-пока. Пока.